Закономерность играет в футбол, не попадает в створ ворот и нижнего гола не будет. Нам не хватило агрессии в атаке, хотя второй тайм. Первый тайм был хороший момент, из-за него Марко мог забивать. Соперик забил гол необязательный, удача не кашет, но удача сопутствовала. Это оказалось с такой форой, и ясно, что Рубин ушел сразу в втором тайме в оборону, искал шансы в контратаках, низкая оборона, низкий блок. Вроде преимущество территориально большое, и штрафное окружение, но сложно было завоевать, тем более, что поле скользкое, где мяч может быстро уйти под контролем и так далее. Поэтому мы вроде давление усилий, давление достаточно большое, но точно удары, к сожалению, не хватило. Коллеги, ваш вопрос, пожалуйста. Александр Дегтярев, МЧТВ. Сидим, можно по моменту с ГОО спросить, считаете ли вы это вратарским ГОО, потому что ближний угол и рикошет, да, он был, но он все-таки был минимальный? Ну, сложно оценить, если рикошет, то есть он есть. Здесь, не надо забывать, что поле еще скользкое, и мяч киксанул по полю, поэтому пока я не могу говорить, что вратарский ГООО, надо смотреть видео, у меня есть специалист, который с ним работает, поэтому разберемся, посмотрим. Пожалуйста. Ваши упаковки в этом сезоне, в чемпионате по прожжению, у вас Рубина, в чем Рубин так не убегает? Матчи разные, мы первое время имели очень большое преимущество на угломентов, мы просматривали матч недавно, там тоже была удача, одна атака, гол. Мы не забиваем, то есть, мы похожи, команда сейчас, вы видите, Рубин, или шестой матч, или пятый матч, не помню, ноль мячей, то есть, пока сопутствует тому, что да, низкая оборона, плотная оборона, все обороняются, все выстроены, не дают пространства, хотя у нас было очень много возможностей того, чтобы в штрафную войти, вот, нам не хватило именно правильных действий атаки, немножечко выбор решений на поле, немножко суета была, поэтому я здесь не нахожу связи, то и матч, то и каждая игра своя история. Показал, что во втором тайме Рубин был ближе к второму, еще чем Патер. Вы считаете, вы считаете, что это так или нет? Еще раз. Показал, что Рубин был ближе к второму, еще чем Патер. Нет, ну была контратака, уже куда деваться, мы атакуем, большими силами, есть пространство, соперник убегает, пару раз убежали, и были моменты, это нормальный велик. Поэтому построена игра Рубин. Я хочу, чтобы мне команда доминировала. Здравствуйте. Вопрос следующий. Как вам вообще атмосфера сегодняшнего матча? Наши болельщики нас хорошо поддерживают. А вот во втором тайме показалось, что Пакел как-то включился, и сразу после пропущенного мяча как-то игра расстрелась. Что вы такое сказали? Да нет, любая команда, в том числе, мы хотим все сравнять, и хотим выигрывать, в том числе. Мы ехали сюда за тремя очками, это однозначно, мы настраивали ребята. Поэтому еще особенно, мы должны были играть в свою линию, и стараться матч выигрывать, и не сравнивать счет. Но это футбол. Добрый вечер. В составе Рубина выступает футболист, которым мы были несколько лет назад вместе работали. Это Виталий Лисакович. Вы удивлены тем, как его карьера сегодня вкладывается? Или все законодательное? Мартынович, Кабутова, Пшатцев, кроме Лисаковича еще кто со мной. Касков, тренер у меня в Кубани работал, поэтому мне хватает здесь друзей. Я не знаю, как Виталий, почему такая проблема делала. В принципе, я знаю его еще молодым, совсем 18-летним был у меня. Ну, я считал, что он начинал футболист. Где-то, мне кажется, вопрос психологии, личности. Согласны с тем, что он тяжелый футболист? Тяжелый? Не просто найти. Тяжелый, да. Да нет, он не тяжелый. Мне кажется, надо больше к себе относиться, более серьезнее к себе лично. Я говорю, ребята, вы должны себя уважать и любить. Но не очень хорошо себя любят.